В эфире студия СЕМИ, я ее ведущая Екатерина Кузьминых. Наш сегодняшний гость своим примером доказывает, что все границы только у нас в голове. Иван Ерхов, мотивационный спикер, блогер, автор канала «Жизнь в темноте». В 19 лет у Ивана диагностировали редкое заболевание глаз, которое к 25 годам привело к полной слепоте. Но это не помешало ему исполнить свою мечту подняться на одну из самых высоких вершин Европы и снять об этом фильм вслепую на Эльбрус. Здравствуйте. Иван, добрый день. Всем привет. Я могу даже теперь немножко дополнить свои регалии. Я президент ассоциации создателей инклюзивных медиапроектов, продюсер, режиссер, действительно слепой блогер. И, как я люблю говорить, обычный парень, который смотрит на мир своим сердцем. Иван, вот смотри, ты приехал в Красноярск для того, чтобы презентовать свой фильм «Слепую на Эльбрус». До эфира мы уже выяснили, что альпинистом ты до возникновения проблем со зрением никогда не был, в горах никогда не был. Как вообще возникла идея подняться на Эльбрус и, как ты говоришь, сделать так, чтобы гора позволила тебе ее покорить? Это достаточно интересная история, потому что брат мой, профессиональный спортсмен, он лыжник, он часто занимался трейловыми гонками. И уже несколько раз до всей этой истории пытался зайти на вершину Эльбруса. И вот удача, у него все получилось. Он буквально с колес приезжает к нам домой и начинает все это рассказывать в красках. Он такой обгоревший, обугленный, там, облазит у него кожа, потому что он не взял крем от загара. Рассказывает какой-то просто ужас и трэш, который происходил у него. Но при этом абсолютно счастливый. Он был счастливый, от него веяло, перло этой энергией. И просто это какой-то импульс, заряда был, который я, видимо, подхватил, заразился от него. И когда я слышал этот рассказ, вот вроде как ужасные вещи рассказывает человек. Он там вообще рисковал жизнью, обгорел, там, ну, было больно, много было больно. И в тот момент, видя, насколько он счастливый, как много в нем этой жизненной энергии, которую он привез с гор, я в тот момент, сидя за кухонным столом, и задумался, смог бы ли я взойти на вершину, каково быть слепым. Насколько реально, будучи слепым человеком, взойти на вершину Лебруса. И маленькая ремарочка, это не просто одна из самых больших, это самая большая вершина Европы. А дальше, наверняка, у тебя последовал очень большой этап подготовки. Потому что захотеть это одно, а сделать это совершенно другое. Конечно. Я в тот момент не был готов физически подниматься на вершину. То есть я уже достаточно долго тренировался, привел себя на тот момент в хорошую физическую форму. Это такая физическая, более-менее атлетичная форма. Но Лебруса, история с восхождением, это немножко другая нагрузка. Это не про физическую форму, не про спортзал. Циклическая нагрузка, да, это адаптивность. В случае моем это отлаживание движения, да, в связке, след в след, по сложной почве. И начался этап подготовки. Я планировал взойти на Лебрус за один год, но интенсивно готовясь, я просто травмировал связку, у меня был микроразрыв. И поэтому мы перенесли восхождение на год. Не знаю, хорошо, плохо, потому что за этот год случилась пандемия. Все уселись дома, я крутил велик. То есть пандемия тоже носила коррективы, мою подготовку. История действительно очень масштабная, народная. И, наверное, восхождение на Лебрус, это действительно мечта, но в этом есть очень большой смысл. Я хотел доказать себе, что я не стал хуже того Вани, который когда-то видел. И по-прежнему способен на многое. Скажи, а у тебя в анамнезе, когда ты видел, какой-то спорт был? Ну, конечно. Мне когда поставили диагноз пигментный ретинид в 19 лет, я играл за сборную университета по футболу, учился на горного инженера, запускал стартапы, разные онлайн-проекты, играл в трех театрах, в одном коммерческом, в двух некоммерческих. И на самом деле у меня все было хорошо, и я такого даже предположить не мог. А сейчас у тебя все хорошо? Сейчас у меня все замечательно. Мне кажется, что я могу расстраиваться из-за того, что я там не могу видеть глазами прекрасный Красноярск, но моя прекрасная помощница, партнер Татьяна, она мне всегда все описывает. И, честно говоря, вот у нас уже 12-й город в рамках тура, но при этом я точно могу сказать, что сердцем я видел каждый город, и о каждом могу очень многое рассказать. Лучше, а тебе не кажется, что не случись такой проблемы в твоей жизни, жизнь могла бы быть скучнее, не такой яркой? Конечно, тут внутренний стержень, который был изначально, но крутые же проекты у тебя. Я часто шучу на эту тему, потому что, если бы этого не случилось, ну уж кем бы был Иван Ерхов? Наверняка успешным бизнесменом, у него было бы много денег, квартир, быстрой машины, он бы ходил по клубам, тусовался, как это делают все. Была бы первая жена, а потом она бы надоела, появилась бы вторая любовница, в общем, все как у обычных людей. Скорее всего, я вел бы абсолютно никчемный образ жизни, прожигал бы свою жизнь и ничего бы хорошего ни для кого не сделал. Чисто бы был заточен на какое-то материальное благо. Ну нет, конечно бы, я бы таким не был, хочется верить. Но эта история действительно меня изменила и очень многое мне показало. Скажи, а чего ты сейчас, ну вот тебе приносит что удовлетворение? Больше всего я счастлив, когда я вижу обратную связь от наших зрителей, подписчиков, от людей, которые приходят на мероприятие, когда я вижу реальный результат. Я же перечислил часть регалий. На самом деле, я эксперт по доступной среде, по правилам универсального дизайна. Меня часто вызывают там высшее руководство в Госдуму, в общественную палату ИРФ, чтобы я там по транспортной доступности помог, там, не знаю, по городской доступности. То есть я люблю менять наш мир в лучшую сторону. Действительно, я люблю делать те вещи, которые не только мотивируют и вдохновляют, я люблю делать те вещи, которые меняют жизни людей. Вот смотри, у тебя абсолютно бурлящая, энергичная жизнь, наполненная смыслом, счастьем, судя по тому, как ты рассказываешь. А при этом у нас все говорят, что люди с ограниченными возможностями, которые, ну, немножко бы не такие, как все, они очень страдают и переживают. Так может дело в людях, которые не могут найти в себе силы и энергии для того, чтобы жить полной жизнью. Но у тебя же это получается? Да, конечно, люди бывают разные, все зависит от внутреннего стержня. И действительно, многие люди впадают в депрессию. Да и зачем далеко ходить, зачем трогать людей с инвалидностью? Обычные, здоровые люди, у которых есть две руки, две ноги, два глаза, впадают в депрессию, да, которые видят, у которых нет проблем, они недовольны своей жизнью, бывают даже спиваются и просто ничего не хотят делать в своей жизни. И мне очень приятно, когда, глядя на мой личный пример, и ребята с инвалидностью, и здоровые люди начинают идти к своей мечте. И действительно, потом мне пишут, Ваня, благодаря тебе я поборол страх там воды и научился плавать. Там другой человек сходил в горы. После показов была вообще невероятная история, что женщина посмотрела мой фильм, она побывала на Эльбрусе, и в итоге она переехала на Эльбрус. То есть действительно, таких историй, чем больше мы путешествуем, чем больше мы делаем проектов, становится все больше и больше. Мы реально меняем жизни людей, создавая контент, и это, наверное, самое главное. Да, может быть, мы не всегда ходим, раздаем там сухпайки людям, деньги, трости, но мы работаем немножко в другой сфере, которая очень важна для общего сознания, для сознания нашей страны, нашего общества, потому что я всегда говорю, да, на самом деле страна удивительная, потрясающая. Чем я больше путешествую, тем больше мне это хочется делать. Я знаю, что в России можно найти то, что нигде вообще во всем мире не найдешь. Но при этом есть проблемы с доступной средой, да. Но любая недоступная среда решается с помощью добрых и неравнодушных людей. Главное, ну, вывести эти мостики между здоровыми людьми и людьми с инвалидностью. Слушай, а страна меняется вот в сторону инклюзии, в сторону абсолютно равных таких отношений с человеком здоровым и с какими-то ограничениями? Ты же сам из Москвы, и плюс очень много городов проездил, ну и много где был. Да, меняется. Я честно скажу, за 6 лет, что я не вижу, за время существования нашего проекта, развития его, действительно очень многое поменялось. Хочется верить, что мы к этому приложили не только руку, но и много дел, потому что, например, наша организация ставит перед собой задачу развивать тему инклюзивного блогерса, влогерса, мотивационного спикерса. Все знают, кто такой Ник Вучич, но никто не знает почему-то наших героев, хотя у нас есть удивительные люди, которые мотивируют и меня, и могут мотивировать тысячи людей. Но мы за чем-то везем Ника Вучича. Я к нему прекрасно отношусь, но у нас есть свои замечательные ребята. За это время появилось огромное количество блогеров с разными типами, видами инвалидности, нозологий, которые ведут влоги и рассказывают о своей жизни. Это очень важная социальная миссия, потому что я вообще считаю, что настало время, вот прямо сейчас, здесь, время социально значимого, просветительского, какого-то высоконравственного контента. Все уже устали от этого шлака, который просто, ну, буквально поработил все соцсети, все телевидение, где людям просто вкладывают ложечкой, и расливают их мозги какие-то неправильные ценности. И люди боятся даже смотреть на людей с инвалидностью из-за этого. Ну, потому что им этого не показывают. И сейчас это меняется. Вот у меня были сюжеты, где я... Вы спрашивали, как я снимаю? Нацепили на меня GoPro одну, вторую я держу в руке. Задача была добраться от моего дома до ресторана. Для любого зрячего человека это что такое? Да ерунда. А для меня это действительно был челлендж, как взойти на Элебрус. Ты один шел? Да, я один шел. То есть у меня там много дорог было, много препятствий. Задача была проехать на общественном транспорте. И там видно в камеру, как люди просто меня обходят по газону. Там мать ребенку своему закрывает глаза, как будто я чумной. Если ребенок увидит, меня обязательно ослепнет. Камон, люди, вы вообще о чем думаете? Как бы я не заразный, я такой же обычный человек. Да, так случилось, что я потерял зрение. Но очень важно, чтобы родители своим детям изначально рассказывали, что мир он многообразный, что люди бывают разные. Почему мы не удивляемся, что есть кориглазые, есть голубоглазые? Почему мы не троллим людей, которые не с таким цветом волос или не с таким атлетичным телосложением? Все разные, действительно. И инвалидность это как некая особенность человека. Да, она где-то вынужденная, где-то она приобретенная. Но от этого человек не становится плохим. Поэтому судить его по инвалидности точно не стоит. Слушай, расскажи про команду, которая тебе позволила снять фильм «Слепую на Эльбрус». Это же наверняка была и бригада операторов, и люди, которые тебе помогали, и поддерживали. Брат, кстати, с тобой совершал это восхождение? Да, конечно. Мой брат Дима, он не... Ну, вообще, это была забавная история. Он помогал мне готовиться, но при этом отговаривал постоянно. Он меня отговаривал вплоть до последнего момента, когда мы приехали на поляна Азау проходить акклиматизацию перед восхождением. Он вводил меня в походы и сделал мне их настолько сложные, чтобы я в какой-то момент сдался и отказался от этой задумки. Но у него ничего не получилось. Хотя это было сложно, я там весь покоцался, весь был ободрадый. Потом прямо перед восхождением еще и простыл, потому что у нас был выход, когда мы попали в град, в Ливить, в дождь. Ходили на Чигет. Вершина есть такая рядом с Эльбрусом, не такая большая. И я заболел прям за пару дней до восхождения с температурой. Ну, слава богу, все. То есть брат сделал все просто, чтобы подготовить тебя так, чтобы Эльбрус показался вообще цветочками. Ну, да, да, да. То есть он просто пытался сделать так, чтобы я эту мысль выкинул и просто забыл о том, чтобы подниматься на Эльбрус. У него хороший друг есть, Антон Суздалев, который был все это время моим тренером. Он также со мной поднимался, он мастер спорта по лыжным гонкам, был даже в составе сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Сочи. Ну, ты такая очень заряженная команда поддержки. Да, заряженная команда, брат тоже лыжник. У нас было большое окружение спортсменов, атлетов, триатлеты, марафонцы, лыжники, бегуны. То есть мы всегда крутились в этой сфере и всегда были близки к такому спорту. И вот, собственно, когда начали готовиться к Эльбрусу, наверное, самое важное было найти тех людей, которые решатся пойти со слепым парнем до вершины. И вот так вот объединили людей, никакой у нас огромной съемочной бригады не было, там часть фрагментов в фильме сняты моей рукой, поэтому... Слушай, расскажи про другой проект. Есть у тебя фильм «Глубина со смыслом», причем в отличие от «Слепую на Эльбрус», второй фильм выложен, я так понимаю, на всех платформах, его можно в любом практически кинотеатре онлайн посмотреть. Да, да, действительно, просто вбивайте глубина со смыслом и можно смотреть на любой из площадок, главное не забывать оценивать, писать комментарии, чтобы фильм дальше продвигался. Мы сейчас трейлер посмотрим, а потом обсудим процесс. Это была ночь, уже было поздно. Я вел неправильный образ жизни, у меня были очень неправильные ценности. Я упала с небольшой высоты. Пытался оттолкнуться, меня затянул под себя. Мне было дико больно руку. Я на несколько секунд отключился. Сколько времени прошло в реальном мире, я не знаю. Я прям помню до мельчайших секунд ощущений тактильных, размеры, текстуру перила. Я не помню и несколько мгновений до. Я бы умер, если бы не потерял сознание, когда я это все увидел. У меня уже лет пять как не было бы, наверное. Я находился недалеко от станции и быстро приехала скорая. То, что не доломала я, было доломано на пути. Да-да, так и случилось в моей жизни. Прослабать, примерно 10 метров, не отворите его. Нет? Слышно? Нормально. Привет. Я ощущаю свободу. Я забываю коляски. Под водой я как будто летаю. Я чувствую дополнительные возможности. Вода – это вообще отдельная просто любовь. Внутри как будто ребеночек маленький прыгает и в ладоши хлопает. Ты сам себя контролируешь, сам за себя отвечаешь, сам руководишь всем процессом чувства космонавта. Глубина со смыслом – это наш третий фильм. Этим летом мы стали основным победителем конкурса «Умное кино» от общества знания «Россия – страна возможностей». И в рамках этой такой масштабной истории мы начали снимать наш фильм. Конечно, тут уже совершенно другая была методология, потому что у нас другой был бюджет. Если в «Слепую нельбрус» мы снимали на свои деньги, на деньги спонсоров, на деньги, которые собрали на краудфандинговой площадке, здесь у нас уже была команда большая, профессиональная, которую мы собрали. Там порядка 12 человек снимало этот фильм. Готовясь к этому фильму, я стал сертифицированным дайвером. Да, ты же так же, как альпинистом, не был никогда дайвером. Да, я все лето готовился, дошел до уровня advanced, и сейчас я, в принципе, прохожу обучение на дип-дайвера. И чтобы лучше понимать героев, для которых дайвинг, инклюзивный дайвинг, стал таким глотком свежего воздуха, какой-то отправной точкой у них в жизни, любимым делом, я, конечно же, обучился дайвингу, чтобы лучше их понимать и как-то открыть для себя тоже другой мир, и чтобы лучше транслировать их жизненный посыл. Действительно, фильм «Слепой Нелли Брус» — это не совсем фильм про горы, это скорее про жизнь, как и фильм «Глубина со смыслом». И дайвинг в этом фильме выступает как хобби, как любимое дело, как какая-то мотивация, которая может дать крылья для дальнейшей жизни после достаточно трагичных событий. Вот скажи, насколько я понимаю, я не дайвер совсем? Но люди погружаются на глубину для того, чтобы что-то там увидеть. Ты этой возможности лишен. А что испытывает, какие эмоции и чувства испытывает человек на глубине, тем более Байкала, ну, совершенно там особого, для Сибири вообще, ну, такого очень родного, таинственного места? Когда ты не имеешь возможности посмотреть на красоты вокруг? Мы прыгнули сразу к Байкалу. Я расскажу, что там был сюрприз для всех героев. Сначала мы погружались на Красном море, где действительно богатая флора и фауна. Я это не видел, верно было замечено. Но, например, для ребят, у которых тройная ампутация, у которых там обездвижены нижние конечности, это чувство свободы. Они под водой себя чувствуют в какой-то степени полноценными. Они забывают о своих колясках, они могут летать, порхать, наблюдать за красотой. Для меня это совершенно другая история. Для человека... Но ведь все те же самые чувства ты тоже испытываешь? Я испытываю чувство полета, свободы. Для меня это космос абсолютный. То есть это состояние невесомости. Но при этом ты действительно не концентрируешься на визуале, который происходит вокруг. И мы даже с моим инструктором Дима Князев, который помогал реализовывать эту задумку, это человек, который развивает на нашей стране инклюзивный дайвинг, мы придумали тему, что мы будем погружаться в полно лицевых масках с переговорным устройством, чтобы он мог давать мне тифлокомментарий под водой. Тифлокомментарий – это краткое, емкое описание того, что происходит вокруг. Ну, то есть, по сути, ты, по крайней мере, в описаниях видел, что тебя окружает. Да, да. И когда мы там поплыли, трогали коралл, он мне рассказывал. То есть там были наши жесты тактильные, которыми мы общались. Но потом, погружаясь вот в полно лицевой маске, действительно, я получал какую-то дополнительную информацию. Он взял там мурену моей рукой, потрогал, я отдернул. Он говорит, это мурену, спасибо, хватит, не хочу больше ее трогать. Еще там коленкой зацепил какой-то огненный коралл, меня обожгло, я подумал, то ли мурену меня укусил. Потом тоже очень забавный момент, когда они вот с моим партнером, с Татьяной, она, кстати, была моим бадди, то есть всегда у незрячего человека есть бадди, который именно задает направление. То есть слепой дайвер, он самостоятельный, но ему нужен дайвер, за которого он как бы будет придерживаться и с ним плыть. И они очень сильно издевались надо мной в какой-то степени. Сначала была мурена, я ее потом не хотел трогать. Потом они подплывают к актини, дают мне потрогать актини, а там рыбка-клоун. Вроде, что такое рыбка-клоун, нема, все знают. Я бы тоже не хотела ее трогать. Красную рыбку, ну там были маленькие питомцы, там Татьяна сначала попробовала сунуть мой палец, я как бы боязливо сопротивляясь немножко, у нее не получилось. Ну потом, зато Дима взял мою руку, пихнул, и эта рыбка-клоун меня ухватила, и вот так давать трясти меня, как будто бы я просто током шарахтал. Они там смеются, видят эту рыбку. Но на самом деле рыбка-клоун очень сильная, это факт, потому что они достаточно агрессивные, когда у них маленькое потомство, они могут даже на акулу налететь. И у нас с этими рыбками даже у второго героя, Гриши Галеева, была тоже забавная история. Он там позировал на камеру под водой, и просто из этой актини вылетела рыба, которая его в голову укусила, и у нее такой след остался маленький. Это было очень смешно. Не поверишь, что у тебя нет какого-нибудь нового проекта, которым ты сейчас занимаешься? Да, конечно. Мы сейчас заканчиваем наш тур по стране, потому что у нас будет большое событие в Москве. Я рассказывал, что у меня в планах есть поездка в Мариуполе, то есть я проводил там показы, ездил, так сказать, на разведку, отвозил гуманитарную помощь. Ну, мои друзья мне там скинули денег, основная сумма это мои средства были, мы две машины отвезли и адресно раздали. То есть это была такая поездка, я хотел понять, насколько там людям нужна действительно сейчас какая-то вот такая моральная, эмоциональная помощь, какая-то мотивация, действительно нужна. И сейчас мы работаем над следующим проектом, надеюсь, все получится, и мы обязательно туда еще не раз ездим, и мы сможем поддержать деток, там просто чудесные дети, удивительные люди, учителя, и хочется им как-то помочь пережить все, что было с ними и начать совершенно новую жизнь. Также у меня в планах снять много новых документальных фильмов, это тоже про мотивацию, про вдохновение, про жизнь, и я надеюсь, что в этом году мы приступим к съемкам уже следующего проекта. Круто, спасибо тебе большое, и пусть у тебя обязательно все получится. Друзья, вам я очень рекомендую посмотреть фильмы Ивана Ерхова, напомню, что сегодня он был у нас в гостях, это мотивационный спикер, блогер, автор канала «Жизнь в темноте», «Человек, покоривший Эльбрус» и автор фильма, который вот прошел недавно в Красноярске «Вслепую на Эльбрус». Меня зовут Екатерина Кузьминых, всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова